Ну ладно, хватит шуток и хохмочек. CD Projekt реально перешли разумные границы и зашли на территорию всем известных обманщиков и безруких игродела вроде Electronic Arts и Ubisoft. А в чём-то даже пошли дальше. Игра завалена под завязку багами, совершенно неиграбельна на базовых PlayStation 4 и Xbox One. На остальных же платформах она оставляет желать лучшего, и всё это самый ожидаемый релиз последних лет. Приправленный самой откровенной и наглой ложью, что мы видели от издателей. И это всё от CD Projekt, святейших людей, которые даже защиту в игру не вставляют, всё для покупателя, всё для комфорта игрока. Ситуация зашла настолько далеко, что Sony просто взяла и удалила игру со своей платформы. Вы больше не можете её купить в PSN. Что вообще за фигня происходит, где и как нормально поиграть в Cyberpunk, и почему добрейшие поляки обернулись злодеями, постараюсь вам сегодня объяснить. Но для этого нужно отправиться в далёкое-далёкое прошлое. А точнее, в 2012 год. Есть мнение, что игру разрабатывали 8 лет, потому что первый тизер был показан ещё в январе 2013-го. Но это, конечно же, не так. Тизер очень простой и дешёвый. Сделан был он явно для того, чтобы прощупать почву. Выяснить, насколько людям интересен сам факт RPG по киберпанку. Успех тизера не означает, что игру после этого сразу же начали разрабатывать. CD Projekt были в тот момент заняты третьим Ведьмаком. В лучшем случае они выделили небольшую команду, которая начала набрасывать идеи и потихоньку писать диздок. Нормально разрабатывать игру начали где-то летом 2016-го, с релизом Крови и Вино. И вот мы переносимся на лето 2018-го. Когда сначала на E3 в июне показали первый трейлер, а потом в августе аж 50-минутный отрывок геймплея. В анонимных сливах разработчики рассказывали, что то, что мы видели в геймплее, это было буквально всё, что у них было готово на тот момент. То есть игры, по факту, не было ещё. Они сделали две миссии, чтобы показать их публике. Ну и всё. Если задуматься, то в игре нет и половины вещей, что есть в самом первоначальном трейлере. При этом он явно не рандомный и хайповый CGI, как часто делают. Трейлер сделан на движке, есть джеки, есть машины, есть мир игры. Ну а если сравнить тот геймплей с финальным релизом, то всё становится на свои места. Снова, локации есть, персонажи есть, но механически игра полностью переделана. Интерфейса, очевидно, на тот момент не было вообще. В геймплее это какой-то неюзабельный плейсхолдер, сделанный на коленке, чтобы демонстрировать происходящее. Хакинг в финальной игре совершенно другой, стелс другой, добивания другие. Есть механика физического изучения объектов, герой там рассматривает чип. В демке демонстрируются руки богомола, но в ней можно бегать по стенам и цепляться за них, оставаясь высоко над врагами, чего даже близко нет в игре. Также сцена нападения мусорщиков якобы является случайным событием в Open World, а не сюжетным моментом. После чего диктор рассказывает, что мир игры живой и такие события зависят от ваших действий. Это ну просто бред. Как я уверен, многие уже смогли и сами убедиться, Open World в игре абсолютно мёртвый. А ещё, судя по всему, изначально планировались классические катсцены, что имеет смысл. Ведь каждый игрок кастомизирует персонажа и хочет видеть своего уникального героя в крутом РПГшном шмоте. В игре же все катсцены от первого лица, а смотреть на своего героя можно только в зеркало, причём в этом нет никакого смысла. То есть вся эта кастомизация персонажа, зеркала, они просто не нужны. Это всё фича ради фичи. Объединив все эти факты, можно предположить, что на момент 2018 года у них был приблизительно готов мир игры и был какой-то набросок сюжета и геймдизайна. Слух о том, что в тот момент было сделано только эта демо, звучит реалистично, потому что практически все механики были переделаны. Над самой игрой фактически только-только начали работу. Если предположить, что вот это вот демо было, так сказать, демонстрацией основного концепта, таким вертикальным срезом ещё не существующей игры, то планировалось, что Cyberpunk 2077 будет намного больше и комплекснее, чем он есть на релизе. В этой стартовой миссии очень много вариантов развития событий, очень много разных механик. Её можно пройти несколькими способами. Как итог, в финальной версии игры эта миссия такая же, однако больше такое буйство геймплея в игре не встречается. Во многих миссиях есть разветвлённые диалоги, которые дают разные способы прохождения. Но это всё точно не на том уровне, что в этой миссии из начала игры. CD Projekt планировали держать такой темп. Они планировали широкий разветвлённый сюжет, планировали, что в зависимости от репутации Wii, игровой мир и персонажи будут реагировать на него соответствующим образом, что мир будет живой и развивающийся, а разные классы будут кардинально менять ваш стиль геймплея и прохождения. Однако, планы планами, а на дворе вторая половина 2018 года. В игре не готовы даже базовые механики, а релиз запланирован на ранний 2020. При этом разработчикам надо не просто сделать огромную, комплексную, современную технологическую ролевую игру. Её надо сделать как для ПК, так и для консолей как текущего, так и будущего. Масштаб игры стремительно сокращают, весь геймдизайн переделывают и упрощают. Где-то в тот момент отовсюду пропадает упоминание того, что игра будет RPG. Это заменяет на экшн-адвенчуру в открытом мире. И игра превращается в своеобразный Far Cry с ролевыми элементами. И даже для этого разработчикам надо адово кранчить, потому что сделать такое количество игры за полтора года, да ещё и технически адаптировать это всё аж под пять платформ, ну это просто-напросто невозможно. Ну а затем начинается адская пиар-компания, которая имела вообще мало общего с реальным миром. Все эти Night City Wire, трейлеры, мерч, про которые мы, кстати, сделали отдельный офигенный ролик, пожалуйста, посмотрите. Он, видимо, у многих просто не выпал в рекомендациях. У них были коллабы со всеми подряд, вся эта лицензированная музыка, звёзды. Всё это накручивало хайпа для буквально несуществующей игры. И вот тут приходит тёмная часть нашей истории. Игру уже перенесли с апреля на ноябрь, что, в принципе, имело смысл вот для нас, людей со стороны. Некстгеновая игре — некстгеновая консоль. Надо пускать в ноябре с релизом новых приставок. На самом же деле просто было нечего выпускать, и все понимают, что к ноябрю игра также будет не готова. Как и к декабрю, в принципе. Даже если выпустить игру, недоделанной в плане механика мира, недодуманной по геймплею, то это просто будет техническая трагедия. Так оно и получилось. Однако здесь мнение разработчиков уже никто учитывать не стал. Самое позднее, что мы можем — декабрь. Ведь игра должна быть на прилавках к Рождеству. Ведь тут идут самые мощные продажи. Многие захотят купить новую игру в подарок. Ну, или самим поиграть на праздничных выходных. Ну, и игра выходит такая, какая есть. По моим личным ощущениям, в игре закончено всего три вещи. Во-первых, внезапно — это физика поведения транспорта на дорогах. Мне неиронично очень нравится ездить на разных тачках по миру игры. Чего я, ну, не ожидал. Во-вторых, графика в ПК-версии игры. Если у вас современный комп, игра выглядит просто нереально. Не зря ее прозвали симулятором киберфотографа. Люди просто как из автомата фигачат скриншоты невероятной красоты. Ну, и в-третьих, основной сюжет. Несмотря на все проблемы, кривые механики, ужасный интерфейс, мыльную графику даже на NextGen консолях и огромное количество самых разных багов, я, как и многие другие игроки, получаю огромное удовольствие именно от сюжета, постановки, музыки и диалогов. Явно все силы были пущены на то, чтобы закончить эту часть игры. Итак, мы имеем релиз. И CD Projekt сообщают, что у них аж 8 миллионов предзаказов. Потрясающий результат. И большая часть предзаказов для ПК. В Стиме в день релиза в игру играет одновременно более миллиона человек. Больше было только у Counter-Strike GO и Dota 2. Это абсолютный рекорд для сингловой игры. И это только Steam. Игра также продается в GOG и у Epic, и мы не знаем, какая там статистика. Хоть игра и очень требовательная и глючная, но в принципе играть и получать удовольствие можно. ПК-версии явно было уделено больше всего времени. На консолях ситуация удручающая. На базовых PlayStation 4 и Xbox One игра неиграбельная. То есть это даже не обсуждается. Вы видели мой видос про игру на PlayStation 4. На PlayStation 4 Pro и Xbox One X все немного лучше. Но графика все еще мыла, а фреймрейт все еще падает сильно ниже тридцатки. Играть, ну, наверное, уже можно, но я бы не стал и никому не рекомендую. А вот версии для консолей нового поколения толком никакой нет. Поэтому PlayStation 5 и оба новых Xbox'а фактически получают версию игры с Pro-консолей. С некоторыми улучшениями в производительности. Я играю на PlayStation 5, игра работает в стабильных 60 кадрах, иногда незначительно просаживается. Визуальных багов вроде подгрузок моделей и отсутствующих текстур нет. Но графика все равно очень мыльная. Игра работает в достаточно низком разрешении. От только что вышедшего Next-gen ждешь, конечно, намного большего. Однако, главное, что играется отлично. На Xbox Series похожая ситуация. На S-ке стабильные 30 FPS и мыльная графика. Но нет визуальных багов. На X есть режим производительности и графики. Режим производительности такой же, как на PlayStation 5. А вот режим графики дает значительно лучшую картинку и стабильнейшие 30 кадров в секунду. Считается, что на консолях сейчас это лучший способ поиграть в игру. Однако, большая часть консольщиков до сих пор сидит на PlayStation 4 и Xbox One. И у них игра фактически не работает. И вот тут-то начинается ад. Игре режут рейтинги. А интернет заваливают смешные нарезки с багами. Главная проблема даже не в состоянии игры, а то, что CD Projekt фактически обманула игроков, демонстрируя в трейлерах для консолей совершенно другое качество игры. Рассказывая инвесторам и журналистам, что игра работает на удивление хорошо на старых приставках, несмотря на все амбиции. А с прессой так вообще пошли на какие-то махинации. Вроде как изначально было все нормально. Обещали ключи для любых платформ, но потом внезапно консольные ключи куда-то пропали. Мы журналистам рассылали только ПК-версию, и то всего за неделю до релиза. Как-то маловато времени, чтобы сделать обзор такой большой игры. Таким образом, мы имеем первые высокие оценки. Консольную версию журналистам начали рассылать только 9-го числа, когда игра уже успела выйти в некоторых регионах. То есть мы имеем тут наглядную попытку скрыть качество консольной версии игры от покупателей. Что нам напрямую говорило. Совет директоров CD Projekt'а прекрасно понимал, что могут быть проблемы. Они отлично знали, что игра делалась в спешке и не готова. Но они все равно приняли решение выпускать ее хоть как-то. А там авось разберемся. К защиту, конечно, надо сказать, что Ведьмака 3 они чинили и доделывали года полтора. В том числе они переработали систему управления и интерфейс. Возможно, надеялись, что тут так же будет. Но там проблемы были далеко не такие глобальные. Народ слегка подофигел от такого развития событий и поспешил всеми силами показать CD Projekt'ам, что терпеть подобные отношения он не намерен. Рейтинг игры был уничтожен. Сейчас он висит в районе тройки, если мы говорим о пользовательской оценке. Даже рейтинг пресса для консольной версии всего 55 из 100. В мире, где оценка 70 считается оценкой плохой, это просто кошмар. Также люди кинулись массово делать рефанды. И вот тут все стало совсем плохо. Это в Стиме рефанды нормально реализованы. Но на консолях с этим все строго. В частности, на PlayStation, если ты как минимум скачал игру, то рефанд уже сделать нельзя. Однако игра хоть и запускается, но просто-напросто не работает. Что с этим делать-то? Началась адская кавалькада извинений. CD Projekt написали, что ну вот так и так, ну вот, ну сорян, что так получилось. Мы все исправим. Они пообещали мелкие патчи и два огромных, в январе и феврале, которые точно исправят все проблемы. Если же вы хотите сделать рефанд, свяжитесь с Sony и Microsoft. Звучало это все так, что они договорились, и с рефандом проблем не будет. Вот только нифига они ни с кем не договаривались. Sony поначалу делала рефанды, если написать им в поддержку и объяснить ситуацию. Но когда проблема стала глобальной и заметной, они быстренько переобулись и начали всем отказывать. У Microsoft система рефандов похожа на стимовскую, так что там проблем не было. Ну а с физическими копиями? Ну тут как повезет с магазином. Например, российские откровенно шлют покупателей на все стороны. Но игра объективна в ужасном состоянии на плойке, играть в это невозможно. И выяснить это можно только запустив игру. А в соответствии с системой Sony, рефанд после этого сделать уже нельзя. Вместо того, чтобы пойти на уступки и просто вернуть деньги желающим, Sony совместно с CD Projekt решают полностью убрать игру из магазина. Для них это слишком сильный репутационный удар. Обычным игрокам и покупателям плевать, кто там какие решения принимал, кто виноват и вообще. Вот игра на PlayStation, она продается в магазе PlayStation и игра не работает. Кто виноват? PlayStation. Так еще и деньги за игру вернуть нельзя. Но встает вопрос. У платформодержателя есть жесткий контроль качества. Какого фига они вообще пропустили игру в таком состоянии? Выясняется еще один недостаток консолей. На игроков-то им плевать целиком и полностью. Контроль качества состоит в том, чтобы игра запускалась, поддерживала сервисы, адекватно работала с операционкой консоли, ну и не ломала начинку. А че там баги, производительность, как это играется и прочее, это уже на совести игродело. Плюс CD Projekt пообещали исправить все проблемы к релизу, так что игру пропустили. Однако вот что они не досмотрели, это огромное количество вылетов. Самое стабильное в Киберпанке, это вылитые, даже на PlayStation 5. И вот эти вот все краши, это уже проблемы, которые волнуют Sony. Такой игре в их магазине не место. Но надо сказать, что даже в такой паршивой ситуации CD Projekt держится молодцом. Они пообещали всем желающим рефанды, а если магазин откажет, они готовы делать это из своего кармана. И вся эта щедрость на фоне того, что стоимость их акций упала чуть ли не в два раза. И вроде бы все. Половина людей играет, другая половина либо ждет патча, либо возвращает деньги. CD Projekt получают заслуженное наказание, извиняются, доделывают игру. И становятся живым примером. Не делайте кривое говно, доделывайте игры, а то как-то может и аукнуться вообще-то. Да так сильно, что мало не покажется. Но встает и другая сторона вопроса. Что за фигня происходит в CD Projekt? Деньги деньгами, но выпускать игру в таком состоянии это просто самоубийство. Они же всегда действовали максимально в интересах игроков. Но самое страшное, это быть, собственно, обычным работягой, который работал над игрой и адски кранчил последний вот год точно. Представляете, вы работаете по 12-14 часов в сутки с редкими выходными. Не видите семью, детей выгораете. Депрессии, болячки всякие, вы подрываете здоровье. И так много-много метится. А потом плоды вашего адского труда все кроют теми самыми органами, что вы так скрупулезно вырисовывали месяцами. Более того, вам начинают писать угрозы и обзывать самыми ужасными словами. И виноваты в этом те самые пиджаки, корпораты, которых так ненавидят в самой игре. Которым говорили, что игра не готова, но они все равно ее выпустили. Руководство даже провело экстренное собрание с разработчиками. Они пообещали выплатить всем бонусы, которые обещали, если игра наберет высокий рейтинг на метакритике. Пообещали щедро заплатить за все переработки и вообще улучшить условия работы в студии. Но эти вещи они обещали еще и год назад, когда пошли первые разговоры, что сотрудники адовок ранчат. Когда же им начали задавать совершенно конкретные вопросы, вроде, а почему вы как бы выпустили игру, хотя бы знали, что она не готова? Директора не смогли ничего конкретного ответить. Выпустили, потому что выпустили. Ну вот не подумали, просто сделали и понадеялись на авось. Причем было даже предложение выпустить сначала ПК-версию, а консольную отложить. И все было бы нормально, но и от этого отказались. Что тут сказать? Я надеюсь, это будет отличным примером для всех. Ситуация с Киберпанком вышла совершенно отвратительная, и так быть не должно. Однако, хочется под конец сказать два слова от себя лично. У меня нет желания хейтить игру, потому что мне было изначально ясно, что на старых консолях она если и будет работать, то очень и очень плохо. Также, я уже привык не верить рекламе. То, что содержание трейлеров не соответствует самой игре, уже давно стало нормой. Ну то есть, это конечно же не нормально, но это состояние игровой индустрии сейчас. Так делают все, и мы конечно же не должны допускать подобного. И надо гнобить и хейтить каждого издателя, который пытается нас обмануть. Игровая индустрия пока молодая, и есть шанс привить здоровые привычки. С другой стороны, на PlayStation 5 игра прекрасно играется. Также, я потестил ее на ПК, и там все еще лучше. А критических багов в квестах лично я не встретил. Игровые баги есть, их очень много, это естественно очень не круто, но их не больше, чем в очередном Assassin's Creed. Так что в моем мире с игрой все в принципе нормально. Я могу понять, почему люди недовольны. Не все живут и дышат игровой индустрией, как я. И многим подобные хитрости издателей не очевидны. Это нормально. И гнобить их за это правильно. Но хочется взглянуть на ситуацию по-другому. Давайте честно, ААА, вот дорогие крупные игры, сейчас в полном говне. Они все одинаковые, сделанные по одним лекалам, в них плохой сюжет, пресный геймплей по формуле, все идет на упрощение. Технологии идут вперед, а геймплей и сторителлинг только деградируют. Почти никто не делает больше амбициозных игр мечты. На прилавках одни сплошные полуфабрикаты, красивая обложка, а внутри какой-то месивый запилок и туалетной бумаги. Но CD Projekt продолжают гнуть свою линию, и они все же попытались сделать игру мечты, и у них отчасти получилось. Да, им пришлось порезать множество вещей, но видно, сколько труда и души вложено в игру. В этот вот мир, в этот сюжет, в каждую деталь, в каждую строчку диалогов. Технически игру, может, и делали года два, но вполне вероятно, проработкой на бумаге они действительно занимались все восемь лет. Я не помню, когда я последний раз садился и просто утопал в игровом мире, чтобы мне было интересно читать каждую записку, проходить каждый квест и даже тупо гулять по игровому миру. Cyberpunk 2077 игра нереальных амбиций, и выйдя она в нормальном состоянии, это реально была бы лучшая игра со времен третьего Ведьмака. Но она даже и так войдет в историю, станет классикой и будет любима на протяжении долгих лет. Да, тут многое не получилось, но помяните мое слово. Когда они сделают продолжение, там все будет по высшему разряду. Я полностью поддерживаю показушный хейт и низкие оценки. Мы должны ярко показывать, что подобное отношение не пройдет. Но когда дело дойдет до реальных действий, не забывайте, у нас на руках потенциальный шедевр. Вспомните об этом в феврале, когда игру обещают наконец доделать. И конечно же, не забывайте подписываться на мой телеграм, ссылка в описании. Лайки обязательно ставьте, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. А то частенько YouTube вам их тупо не рекомендует. И обязательно посмотрите видос про мерч по Киберпанку. Это предыдущий видос на канале. Он очень прикольный, но его почему-то никто не посмотрел. Посмотрите обязательно, он здоровский. И конечно же, я жду в комментариях все ваши мнения. Обязательно пишите, на чем играете, как у вас игровой опыт. И если играете на ПК, пишите в подробностях, какой у вас компьютер, на каких настройках играете и какой средний фреймрейт имеете. Если у вас, конечно, есть какая-то фигня, ну, чтобы замерять фреймрейт. Мне хочется в каком-то смысле собрать такую статистику и понять, кто как играл, у кого как игра работает. Четко? Четко. Спасибо огромное за просмотр и двойное спасибо людям, которых вы видите сейчас в списке на экране. Это потрясающие люди, которые подписаны на меня на патроне и на бусти, которые финансово поддерживают этот канал. Огромная вам благодарочка, работаю ради вас. С рекламой что-то туго последнее время, поэтому живу только на вашей поддержке. Если хотите попасть в этот список, хотите поддержать меня, хотите получать видосы раньше времени, хотите задать мне какой-нибудь вопрос, пообщаться со мной и так далее, ссылки на бусти и патрон в описании. Всем спасибо и увидимся в следующих видосах.